Школу освобождения проходит подростки в колонии для малолетних преступников под находкой. В исправительном учреждении пошли на эксперимент. Осужденные занимаются спортом, получают профессию, а в свободное время устраивают концерты. Репортаж Александры Мостовой. Комнаты общежития со всеми удобствами, бытовой техникой, ванной, мягкими кроватями. Здесь осужденные в воспитательной колонии отбывают наказание на льготных условиях. Живут за пределами учреждения, работают, по расписанию ходят в магазин. Этим ребятам доверяют, встали на путь исправления. Один идёт на условно-досрочное, другой освободится уже в феврале. Мы берём на себя ответственность, выводя его за пределы исправительного учреждения. Надзора дополнительного за ними нет, значит, браслеты не предусмотрены. Я уже сказал, что это положительно характеризующиеся осуждённые. Попал я сюда, ну, потому что совершил особо тяжкое преступление с целью заработать денег. Ну, сейчас, естественно, я об этом понимаю, то, что эта выгода этого не стоила. Здесь большая часть точно уже всё осознала и также хочется поскорее освободиться, начать новую жизнь. В колонии ценят то, что не ценили на свободе. Каждый день с детьми работают психологи, чтобы помочь адаптироваться к новым условиям. Ребята из сложных семей найти общий язык непросто. Работа кропотливая. Тренинги, трудотерапия, эмоциональная поддержка. Цель сотрудников не наказать, а перевоспитать. Основной задачей нашего учреждения является адаптация из совершеннолетних. Поэтому колония называется не исправительной, а воспитательной. Вся работа наша нацелена именно на это, на успешную адаптацию ребят в обществе после освобождения, чтобы он нашёл себя и адаптировался. У нас есть создана такая школа освобождения, где ребята как раз и готовятся к освобождению. При учреждении работает школа, творческие мастерские, спортивные секции. Здесь проводят концерты, ставят спектакли, сдают экзамены ГИА и ЕГЭ, учатся на сварщиков, пекарей, поваров и осваивают не одну специальность. После отбытия наказания жизнь не заканчивается. Это стремятся доказать педагоги. По статистике, большинство ребят, освободившись на рецидив, не идут. Идут учиться и работать, раскаиваются и с чувством вины живут всю жизнь. Главное – вовремя понять. Встать на путь исправления никогда не поздно. Александра Мостовая, Алексей Сданович, Михаил Шарпанов. Панорама.